Демонстрация токов Фуко Если между наконечниками мощного электромагнита поместить лист из проводящего, но не ферромагнитного материала, например из алюминия, то, двигаясь под действием силы тяжести, этот лист приобретет ускорение, заметно меньшее, чем ускорение свободного падения вблизи поверхности Земли. Уменьшение наблюдаемого ускорения проводника при его падении между полюсами магнита означает, что часть потенциальной энергии, обусловленной гравитационными силами, при наличии магнитного поля, переходит не в кинетическую энергию, а в какие-то иные формы. Продолжение следует... Разумеется, между наконечниками электромагнита магнитное поле имеет весьма сложную пространственную конфигурацию. Будем приближенно считать это поле практически однородным внутри узкой полоски и пренебрежем краевыми эффектами, подобно тому, как это делалось для электростатического поля в случае плоского конденсатора. Внутри проводящего объема выделим замкнутый контур. При движении контура в магнитном поле происходит изменение величины пронизывающего его магнитного потока. В результате, в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея, в контуре возникает ЭДС, вызывающее появление электрического тока, циркулирующего по контуру. Наличие электрического тока в проводнике, в соответствии с законом Джоуля-Ленца, с неизбежностью приводит к появлению тепловых потерь. Именно эти потери приводят к уменьшению скорости роста кинетической энергии проводника, что в свою очередь означает уменьшение его ускорения. Попытаемся теперь рассмотреть механизм торможения проводника с возбуждаемыми в нем индукционными токами Фуко, не используя энергетических соображений. Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца. Ток в контуре течет в таком направлении, чтобы создаваемое им магнитное поле препятствовало изменению магнитного потока, порождающего этот индукционный ток. Торможение обеспечивается силой ампера, действующей на ток в контуре со стороны магнитного поля, породившего этот же ток. Возникновение же токов Фуко в сплошном проводнике неподвижному наблюдателю удобно отнести за счет силы Лоренца, действующей на движущиеся вместе с проводником заряды. Движущийся же вместе с проводником наблюдатель в качестве причины, вызывающей появление токов Фуко, назовет дополнительное электрическое поле, всегда возникающее при переходе к движущейся системе отсчета из системы, где первоначально существовало лишь магнитостатическое поле. В пользу изложенной теории явления свидетельствует следующий дополнительный эксперимент. Если в алюминиевой полоске проделать большое количество надрезов, препятствующих циркуляции индуцированных магнитным полем токов Фуко, получившийся образец будет падать в зазоре между полюсами электромагнита практически с ускорением свободного падения. Субтитры создавал DimaTorzok